Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы играем в настольную игру Кинсбург. Так, это игра, которая вышла на постсоветском пространстве. Хобби Ворд выпустила ее со всеми дополнениями, которые существуют. Тут пять дополнений входят в эту игрушку. Игра с кубиками очень такая, даже кто не любит кубики, все равно в нее играет. Кубики считается рандом. Но тут можно, если у тебя не будут шестерки выпадать, а единицы и двойки, все равно можно крутиться. Игрушка сбалансирована. Да, что мы будем делать. Мы, получается, губернаторы. Мы будем строить здания в своем городе. За это получают победные очки. Вот это вот поле основное. Основное поле. Вот это трек подсчета победных очков. Кто больше очков получит, тот и победит. А очки как можно зарабатывать? В основном при строительстве зданий. Каждому игроку дается планшетка. Кстати, вот эта вот планшетка здания, то здания изображены. Чтобы построить здания, нужны ресурсы. Ресурсы нам будут давать советники на этом поле. Мы будем строить здания и получать победные очки. В основном победные очки можно получить в строительстве. Допустим, если собор построить, можно сразу 9 победных очков получить. Вот эта вот планшетка, она расширена. Это уже с дополнения идет. Как бы в основной игре... Игрушка, кстати, вышла в 2007 году в Кинзбург. Она вышла, выпустила. Не знаю, как она вышла в России в каком году, но в 2007 Кинзбург вышел. Пока еще без дополнений. И там были поля вот такие вот. Они маленькие. Всего лишь раз, два, три, четыре, пять. Пять горизонтальных таких вот полей. А мы будем уже с расширением играть. Тут добавляется вверху и внизу. еще. Еще здания добавляются. Так, и вот... Ты не будешь говорить, что тут ошибочка. Да, здесь была ошибка, кстати, в российском издании была ошибочка. Лесопилка. Вот лесопилка ее здания. И мы уже здесь поменяли. Здесь у нас получается, что в конце каждого лета можете заплатить одно дерево, чтобы получить два золота. В конце каждого лета. Потом я объясню, что такое лето. Было три написано. Да. И было на три, а мы переделали на двоечку. Вот. Мы наклеили двоечку. Получается, что ты отдаешь одно дерево, получаешь два золота. А было написано три. Ну, это ошибка такая незначительная в издательстве. Это, кстати, игрушку можно купить, настольную игру. Сейчас она продается там за 1300 рублей российских. 1400 рублей, да. Ее можно купить. И я считаю, что она недорого. Недорого за удовольствие, которое ты можешь получить от нее. Так. Каждый игрок получает вот по такому планшету. Здесь мы будем строить здания. Они нам будут приносить победные очки. Кто больше получит победных очков. А помогать нам будут вот эти вот советники. В центре у нас получается сколько? Вот от единицы до 18 советников. Советников, которые нам будут давать ресурсы, будут давать победные очки, будут давать войска. Войска. Каждый игрок еще помимо вот этих вот планшеток. Вот это твое, Наталья. Это мое, да? Да. Чтобы на камеру влезло. Мы так расположились. Каждый получает по три кубика своего цвета. Я за желтых играю. Я за красных. Ты за красных. У тебя три кубика красных, у меня три желтых. Эти вот красные. Есть. Потом вот такие вот фишечки получает каждый игрок. Комплект. Поскольку их, не знаю, по 17 штук. Не помню. Это неважно, да. Вот когда мы будем строить здание, мы будем накрывать построившееся здание вот такой фишкой. Она считается уже построенной. Построенной. Соответственно, мы получаем победные очки, которые дает их здание и функцию. У каждого здания своя функция. Ну, в процессе игры мы будем читать, что делает какое здание. И какие плюшки оно приносит, да. Мы закрываем. Вот это вот. Это значит здание уже построено. Количество зданий в игре тоже очень влияет. Плюс. Так, поле. Ну, конечно, на подсчет очков. Мы по своей фишке. Моя желтая, готовая красненькая. Все. Сюда мы поставили. Дальше. Это вот трек подсчет очередности. Очередность здесь меняется. Каждую фазу будет меняться у нас очередно. Мы поставили. Вот эта вот фишечка, она считает в игре, получается, пять лет проходит. Игра заканчивается. Вот эта вот фишечка будет считать нам года. Начинаем с первый год, конечно. А вот эта фишечка будет считать фазы. В каждом году у нас восемь фаз. Вот мы проходим восемь фаз, год заканчивается. Год пять лет прошло, игра закончилась. Так, потом. Вот эти вот фишечки, они подсчитывают войска. Войска здесь тоже нужны каждый год. Как охрана или войска? Да. Получается, что мы губернаторы, мы строим здания, и каждый год на нас нападают какие-то злодеи. Там гоблины, зомби и все. И вот в фазе 8 они будут нападать. Вот это вот карты специально, они в правилах формируются таким способом. 1, 2, 3, 4, 5. 5 нападений. 5 лет и 5 раз за игру на нас будут нападать разные гады, которых мы должны победить. Победить мы должны этими войсками. Если у нас войск будет больше, чем написано на карточке, мы, значит, выиграем. Получим какие-то плюшки дополнительные. Если мы проиграем, мы получим минус. Мы потеряем здание, потеряем деньги, потеряем очки победные. Нам надо смотреть не только на развитие, но чтобы каждый год выдержать нападение какое-то. В процессе игры это все будет показано. Для строительства зданий нужны ресурсы. Вот эти ресурсы здесь лежат. Дерево, золото и камень. Каждое здание требует, например, лесопилка, что мы напоминали. Чтобы ее построить, требуется 2 дерева и 1 камень. Ты отдаешь эти ресурсы в банк и строишь лесопилку. И в конце каждого лета ты можешь менять одно дерево на 2 золота. Что выгодно. Иногда очень выгодно. Так, а как происходит игра? Я сказал, что каждый год делится на 8 фаз. И есть промежуточные фазы, а есть весна, лето и осень. Вот в это время мы будем бросать кубики. Самое интересное. Бросать кубики и что выпадет на этих кубиках? Мы будем влиять на советников. На советников и получать от этих советников какие-то плюшки дополнительные. Ну давай, начнем играть. Я про этого еще не рассказала. А, ну, этот, это как называется, королевский посланник. Да. Мы дойдем до этого, до 5 фазы. Я тогда объясню, что делает королевский посланник. Будем потихонечку играть. А, еще. Мы используем дополнение, вот эти карточки губернатора. А, да. Они приносят в игру интересные моменты. В начале игры каждый игрок получает по 3 карты. Только одну может выбрать. Давай мы сейчас губернаторов посмотрим. Я тоже уже выбрала. Да, это в начале. Все, эти сбрасываются, это только одного. Зачитывай, что ты выбрала. Я выбрала плюс 2 к битве. Победив в битве, вы не получите награду, указанную на карте. Тем не менее, вы получаете плюс 1 победное очко, положенное за победу с наивысшей боевой мощностью. А, ну, это мы в процессе игры все. Я выбрал проповедник. Плюс 2 сюда. В конце каждого урожая, если хотя бы один из игроков не возвел за этот сезон ни одного здания, получите 1 победное очко. Я буду в конце каждого сезона, если никто не возвел здание, получать на халяву 1 победное очко. Это крупно. Проповедник. Ну, так интересно, что-то мне никогда не попадало. Все, эту карточку мы не забываем, кладем. Да. Так, какое у нас еще? Ну, одно дополнение мы не хотим. Это я не хочу. Они такие все плохие. Наталья не хочет. Вот эти вот есть карточки, они как бы на... Мешают. Одна карточка на целый год влияет. Но тут очень много есть отрицательных. Можно игру закончить очень быстро. Там, когда король, помнишь, умирает. Мы их использовать не будем. Вот это вот дополнение мы использовать не будем. Да? Но губернаторов мы используем. И потом используем вот эти фишечки. Но в конце все получим. Начинаем играть. Да, давай. Да. Как начинается игра. В начале игры, ну, первая фаза. Вот. Первая фаза. Еще единичка нарисуем. Все, фишка стоит. И здесь подсказка. У кого всего меньше здания, тот получает еще один дополнительный кубик при броске. Беленький. В начале игры ситуация у всех одинаковая. Нету ни здания ни у кого, нету ни ресурсов никаких. Значит, по правилам игры, каждый может игрок выбрать себе любой ресурс. Один какой-нибудь дерево, золото или камень. Ты что выбираешь? Золото. Я тоже золото выбираю. Все, вот такую фишечку. Кладу себе. Так, все, начинается вторая фаза. Вторая фаза это весна. Весна, когда мы бросаем кубики и будем влиять на советников. Но так как мы играем вдвоем, вдвоем, нам придется бросать кубики как бы за нейтральных игроков, которые будут забивать этих советников. Вот мы берем нейтральные кубики. Два синеньких и три по правилам игры. Ну, можно любой цвет. И три зелененькие. Ну, какие вот значения на их выпадут, тех советников они и забьют. Нейтральные. Больше нейтральных игрок никак не играют. Вот, смотри. При игре втроем такой нету фишки. А, кстати, игра от двух до пяти игроков. Но мы играем вдвоем, нам придется за нейтрального игрока бросать эти кубики. Так, я бросаю. Получается зеленый. Десять, двенадцать. Двенадцать. Это значит, советник уже забит. Двенадцатый. Двенадцатый советник забит. И здесь у нас выпало одиннадцать. И одиннадцатый забит. Правило в этой игре. Если какой-то советник каким-то игроком забит, ты туда уже поставить свои кубики не можешь. Не можешь. Тебе придется крутиться другие. Давай бросаем свои. Бросаем свои кубики. У-у-у. У меня дубли сплошные. Шесть очков. Да. Вот. Ужас. В начале всегда. Вот как только мы бросили кубики, меняется очередность хода игрока. У кого меньше, тот становится первым. У меня шесть очков. У тебя получается одиннадцать. Соответственно, я первый. Я желтенький, становлюсь первым. И первый могу влиять на какого-то из советника. Как проходит влияние? Я могу выбрать один или несколько кубиков и повлиять на какого-то советника. Да. Я могу шесть. Сразу шесть. И повлиять на шестерочку. Вот на этого советника. Шесть. И все свои кубики поставить сюда. Я могу выбрать несколько кубиков. Например, вот. Два кубика. Четыре. В сумме они дают повлиять на советника со значением четыре. И потом я в конце получу или золото, или дерево. Вот я ход уже свой сделал. Я влияю на этого советника. На четверочку. Сейчас по очереди твой ход. Я не могу сразу все кубики расставить. Мы должны по очереди влиять на советник. Плохо. Ну еще и только начало игры. Четверка. Ну да, четверка занята. А ты свой волшебный стаканчик использовала, нет? Читерский. Использовала. Кстати, Наталья использует вот этот читерский стаканчик. Он с другой игры. Сто тысяч лет до нашей эры. Но у нее все время шестерки выпадают на этом стаканчике. И позволено. У меня такого стаканчика нет. Четверка занята. Одиннадцать занят. Да, четверка занята. Ты не можешь поставить сюда, потому что у меня занята. Ну да, у меня, понимаешь, никак не получается. Шестерка мне как бы не нужна. Ну, нет выхода. Ладно, не будем долго думать. Пойду. На пятерку. А ты знаешь, что не... Пойду на десятку, раз такое дело. Ну, только почему бы и нет. А вот стоп. Сейчас мой ход. Все, ты воздействовала на это. Да. Сейчас мой ход. Вот я воздействую на двоечку. Я тогда на единичку. Все, мы свои кубики все разложили на советников. Теперь начинаем получать плюшки от этих советников. Начиная с первой, кончая восемнадцатого. Да. Первый. Твой красный кубик. Этот советник шут, нарисован. Он дает одно победное очко. Кстати, флаг, это и есть одно победное очко. Флаг. Сложу. У меня двоек, ничего страшного. Ты получаешь одно победное очко и по шкале передвигаешься. Следующий я. Что дает советникам, советникам с номером два. Он дает одно золото. Я забираю свой кубик и получаю с банка золото. Ко мне золотишко. Следующий, желтенький опять. Вот этот советник уже дает выбор. Или золото, или дерево. Я могу выбрать. Ну, я смотрю, что мне тут построить. Это говорит о том, что ты вот бросил меньше и получишь больше. А я бросила много и... Не знаю. Я возьму дерево. Я возьму дерево с банка. Вот этот советник. Дальше собираем своих. Вот твои красненькие. Ага. Вот этот советник. Он дает два войска. Потом мы расскажем, зачем нужны войска. Каждый год войска нужны. Вот эти щит, получается, щит изображенный мечи. Вот один, он дает одно войско. Значит, твоя фишка красненькая. Продвигается два войска над бойшкой. И плюс вот этот вот значок. Я даже не знаю, это какое-то пламя с глазами, да, изображенное. Оно позволяет подсмотреть карту. Только ты одна можешь увидеть карту, что на нас нападет. Какие войска с какой силой на нас нападет. Ну, здесь есть подсказка, которая все видят, что сила может быть от двух до четырех войск. Может быть и два, может быть и четыре. Ты одна подсмотри ее. Тебе не скажешь. Мне не показывай. И назад наверх положишь потом эту карту. Ага. Все, вот этот значок, он только у советника с номером 10. Потом у королевы есть советник, номер 17. Вот такой вот значок он дает, возможно, подсмотреть, кто на нас в конце года нападет. Все, ты подсмотрела. Да. Все, нейтральные, это вот нейтральные кубики. Они никак не играют. Так, что в этой фазе? Это у нас весна. Мы бросили кубики, получили плюшки. И всегда идет строительство. Мы имеем право построить какое-нибудь одно здание. Те, что ресурсы у нас есть, мы смотрим на свой планшет и смотрим, что можно тут построить. Можно пасануть, можно ничего не строить. Допустим, я строю статую. Статуя. Мало того, что он дает три победных очка и плюс плюшка у статую. Что в начале каждого урожая можете перебросить один из своих кубиков, если на всех из них выпал одинаковый результат. Как у тебя. Добрый. У меня было, помнишь, три двойки. Да, три двойки. Я могу один из кубиков перебросить, чтобы улучшить, а может быть ухудшить результат. Это просто дополнительно. А ты хорошо... Как происходит строительство, да? Он стоит два золота. Два золота я отдаю в банк. Два золота. Закрываю специальным жетоном, что эта статуя у меня уже построена. Получаю моментально три победных очка. Раз, два, три по шкале. Все. И у меня будет работать плюшка. Если у меня дупли выпадут, я смогу перебросить один из кубиков. Ты что-нибудь строишь? Нет. Ты ничего не строишь. Я ничего не получила. Все, переходим в следующую фазу. Следующая фаза. Вот интересно, третья фаза, да? Тут написано, вот, плюс домик получает победные очки. Все можно понять даже по этим, что у кого больше зданий, тот получает одну победную очку. Ты получаешь. Да, у меня одно здание построено, у тебя вообще ни одного здания. Значит, я получаю еще одну победную очку. Переходим дальше. Четвертая фаза. Это у нас как бы лето. Летом мы опять бросаем кубики. Ну, сначала я давай брошу за нейтральных игроков. За нейтралов. Получается синенькие вместе. На девяточку, двенадцать, тринадцать. О, и тринадцать у нас закрывается. Тут камень дают. Мои любимые камушки. А давай сейчас все за себя. Не забывайте еще про своих этих вот губернаторов, которые плюшки дают. В конце каждого урожая, если хотя бы один из игроков не возвел за этот сезон ни одного здания, получить одно победное очко. Наталья, ты не возвела здание. Значит, я еще на халяву получаю одно победное очко за этого губернатора. Ужас какой. Все, бросаемся. Я бросила. Опять у меня мелочи. Что такое? Ну, что это? Пять победных очков. Ужас. Ой, каких победных очков? Пять? Верлаз. А у тебя сколько? Десять? Да, опять ты первый. Да, конечно. У кого меньше очков, тот первый по шкале. Сразу шкала меняется. Но я как был первый, так и остался. Теперь я могу на кого-то повлиять. Ух ты. Вот что я смотрю. Мне надо все. Мне надо и золото. Ну, как что я могу сделать? С пятью. С пятью. И потом будут, блин, надо на войска налить. Тебе же надо на войска идти. Да. Ужас. Не знаю, что делать. Пойду-ка я вот сюда. Три очка трачу, чтобы воздействовать на советника с номером три. Все-таки рискуешь ты, да? Ну, да. Не идешь никуда. Угу. Хорошо. А я тогда ставлю на четверочку. Угу. Все. Мой ход у меня остается только на войску поставить. На этого советника. Что у тебя там? Я не вижу. У меня, у меня, у меня. Пять и один, да? Да, у меня что-то всегда на шестерку пойду. На шестерку. А, ну ты видела уже, кто там нападет? Ты можешь на шестерку, да? Все. Раздали все свои кубики. Ну, мне надо хоть что-то построить. Начинаем получать плюшки, снимать. У меня же две еще есть. Так, я желтенький. С двойки снимаю, получаю золото. Золото идут ко мне. Опять, я желтый. У меня же наемник. Снимаю свои кубики, получаю с банка дерева. Угу. Все красненький. Я снимаю. Выбирай или золото, или дерево. Золото беру. А вот, интересно, да? Шестерка. Интересно. Ты отдаешь какой-то один ресурс. Допустим, ты отдаешь золото, но берешь дерево и камень. Ну, да. Отдаешь дерево, получаешь золото и камень. Отдаешь камень, получаешь золото и дерево. Здесь как бы такой бартер происходит. Отдаешь один ресурс, получаешь два. Очень интересно. Что ты делаешь? Уже поменяла? Уже поменяла давно. Забирай тогда себе. Забираем. Все. Нейтральное не трогаем. Забрали. Всегда, после каждого урожая, что мы собрали, да, идет строительство. Мы имеем право построить по одному зданию. Построю. А я тоже построю. Палисад. Палисад, он строит два дерева. Два дерева отдаю в банк. Все, закрываю. Фишечка, хотя Палисад и приносит ноль победных очков, но он дает плюс один в битве. Но каждый год будет битва. А сейчас мы дойдем до битвы и объясню, что это такое. Или плюс два в битве против зомби. Если там на нас зомби нападут, мы даже получим плюс два. И камень. А ты что тоже? Ты форт строишь. Это не то же, что у меня Палисад? Не, я знаю. Я говорю, ну строим. Да, форт приносит одно победное очко и плюс один в битве. Да, где битва строю. Все, лето у нас прошло. Построились. Переходим сюда. Вот мы и дошли до королевского посланника. Сейчас я объясню. Здесь подсказочка. Вот домик нарисованный минус. У кого меньше зданий, тот этого королевского посланника и получит. Да. У меня два здания построены. У тебя одно. Да. У тебя меньше. Значит, ты получаешь вот этого королевского посланника. Что он делает? Королевский посланник позволяет один раз пристроиться уже, если советник занят моим кубиком или нейтральным кубиком, ты можешь тоже туда пристроиться и получить плюшки от этого посланника. Например, я поставил на двойку, у тебя тоже двойка выпала, допустим. Да, ты тоже можешь туда поставить и получить золото. Да. Ну, уже этот потом королевский посланник возвращается назад в банк. В банки и денежные. Или еще вторая плюшка, которую дает королевский посланник. Он дает за один тур, за один урожай построить несколько зданий. Два здания. Например, у тебя куча ресурсов, ты можешь сразу два здания построить. Ты его тратишь, отдаешь в банк и строишь два здания. Вот две плюшки, которые позволяют. Но самое интересное плюшка, это что ты можешь воздействовать на того советника, который забит. Даже нейтральными вот этими кубиками, да. Если у тебя девятка выпала, допустим, 4-5, тоже. Ты можешь тоже на него воздействовать, если он уже забит. Забит. А по правилам игры так нельзя. Все понятно, что делали, да, посланник? Ну, да, поможем. Все, посланника ты получила. Следующая фаза, шестая. Шестая, это осень. Осень. Ну, наступает осень, опять бросаем кубики. Осень. Я сейчас за нейтраловым брошу. За нейтральных игроков. Осень. Так, мелочь кузатая. Три. Это сюда. Пять, шесть. И шестерка. Все, эти забиты у нас посланники нейтральными игроками. Свои бросаем. Неужели мне больше десяти, двенадцать? У меня шестнадцать пистолей. Я опять первым, а что? Шестнадцать очков, это круто. Двенадцать. Ой, блин, что делать? А шо тебе делать, если тебе надо? Я даже... Ну, вообще-то смотри сам, конечно. Я двенадцать очков свои ставлю. Двенадцать очков в двенадцать стоит вот этот советник. Что дают эти мешочки? Мешочки, это ты можешь взять один любой ресурс. Или дерево, или золото, или камень. Тут два мешочка. Я два любых ресурса смогу взять. И плюс, кстати... Ха-ха-ха, мы даже не разложили. Есть в игре такие двоечки. Это вы, Сергей, прозевали. Ничего страшного. Вот, вот такие двоечки. Я много сыпать не буду, чтобы на двоих там хватит, да? Вот, это специальное место для двоечек. Вот этот советник дает два любых ресурса. И плюс вот эту вот такую фишку. Оно дает нарисована двоечкой. Это как к значениям твоих кубиков ты сможешь добавить еще два. Да, у тебя было четырнадцать, ты бы уже мог взять три даже. Да, вот если вот такая ситуация была, у меня двенадцать. Я добавляю еще значение плюс два, четырнадцать, и повлиять на этого советника, да? Вот это вот, она у меня остается, эта фишка плюс два. Я могу использовать ее в любой раз. Она не может использоваться отдельно. Ты не можешь просто взять двоечку на этого советника, да? Она должна обязательно с каким-то из твоих кубиков, твоего цвета кубика. Она одна не может воздействовать на советника. Ну, такая плюшка еще дополнится. Давай-ка куда? У нас шестнадцать. Четыре золота хапнуть? Четыре золота возьму, да. Так, все, расставили. Собираем, так, ну я первый забираю. Так, два любых ресурса. Тихо, а что я хотел? А, я хотел камень. Я очень хотел камень. И я, наверное, два камня и возьму. Я беру два камня. Я любые ресурсы могу, но беру два камня, да? И вот эту плюшку я уже взял, когда я рассказывал. Все, забираю. Сейчас ты. Ну, я, да. Забираю. Четыре золота. Четыре золота. Ну что, строительство. Строительство выбираем. Я строю форт. Одно золото, один камень. Я два золота отдаю. В банк. Строю, как ты, статую. Раз, два, три. А у меня, кстати, форт. Одно победное очко. Не забывай. Плюс один к битве дает. А ты статую построил, как я. А, понятно, три победных очка. Ты сможешь, если дубли, перебрасывать. Все ясно. Все, приходим в фазу семь. Седьмая фаза. В этой фазе мы имеем право купить войска. Подкупить. Отдать два любых ресурса и купить одно какое-нибудь войско. Ну, ты можешь отдать четыре ресурса. Купить два войска и так до бесконечности. У меня этот есть. У меня нету даже ресурсов, чтобы купить одно войско. Будем крутиться с теми войсками. Ничего не покупаешь? Ну, нет. У меня же наемник плюс два к битве. А, у тебя губернатор, который дает плюс два к битве каждую битву. Вот, сейчас мы про битву и расскажем. Восьмая фаза, восьмая фаза начинается. И, как бы, в базовой игре без дополнений. Там король бросает кубик. Белый кубик он бросает. И что на нем выпадет, столько войск тебе в помощи придет. Но мы играем с дополнением. С дополнением каждый игрок получает вот по шесть таких фишечек. На них изображены цифры. От нуля до четырех. До четырех. Мы вслепую выбираем по одному жетону. По одному жетону. Что будет участвовать в битве, да? Так, смотрим на свои. Что у меня, вот, здание, допустим, форт и палисад мне два дают. Так. Вот, я вслепую выбираю один жетон. И ты выбираешь, допустим, да? Мы открываем. И это показывает, сколько мы получим дополнительный войск. У тебя ноль. Я получаю два войска. Да. Все, эти жетончики сбрасываются. У нас шесть жетонов, пять лет. Один жетончик всегда остается. В конце игры. И он тоже может принести победные очки. Так, все. Теперь. А теперь уже открывается. А теперь уже здание у нас построено. Теперь открывается вот карта. Я имела в виду, вот это один в битве. Вот. На нас нападают гоблины. Я хочу сказать, что я наемника не буду использовать. А какая разница? Ты, у тебя наемники используются по-любому. Да? Да. Ты не можешь. Это тебе дается бонус плюс два в битве. Каждый раз. Каждый раз. Да. Ты уже раз выбрала эту карточку наемника. Понятно. Тебе дается плюс два в битве. На нас нападают гоблины. Вверху, вот циферка два, это сила гоблина. Два. Так. Смотри. Сейчас мы добавляем все свои плюшки. У тебя наемник дает плюс два в битве. Да? Да. Красненькая плюс два. Плюс здание у тебя построено. Да. Счетно. Форт дает плюс один в битве. Ты еще на одну ходишь. Так, больше у тебя ничего нет. У тебя получается сила твоих войск пять. Я добавляю. У меня полиса дает плюс один в битве. И форт плюс один. Я тоже добавляю два. Все. Расчет закончен. Сила войск твоих пять. Моих четыре. Гоблинов сила два. Но мы по-любому их побеждаем. Да? С этой силой мы их победили. Теперь. Вот тут нарисована красная такая вот полосочка. Красная полосочка. Если бы мы проиграли, если бы, допустим, у нас была сила войск один, а гоблинов два, мы бы потеряли каждый игрок. Если у него есть одно дерево, один камень и одно победное очко, и одно здание, он бы снес со своего планшета. Это ужас. Да. Но так как мы победили этих гоблинов, мы получаем, вот на сером нарисовано, то, что если мы победили этих гоблинов, мы получаем по дереву. Плюс одно дерево. Но я не получаю, потому что у меня наемник. Да. Мы победили этих гоблинов. Это короче. А, наемник. Он дает только победное очко, если я первая. Да. Это уже потом. Да, я объясню. Но он не даёт мне ресурсов. Ресурсов он не даёт. Мало того, что ты получаешь два битвы, каждый у тебя ещё и ресурс. Значит, дерево получаю только я, допустим, дерево. Но так как у тебя, тут уже есть ещё одна фаза такая в игре, у кого больше всего войск, тот получает одно победное очко. Это по правилам игры. Ты получаешь одно победное очко, у тебя пять, у меня четыре, но ты победила. Всё, мы прошли целый год. Победили гоблинов, отлично. Уже следующая сила нападения в следующем году. Начинается двоечка, да? Да, год переходит на двоечку. Опять этот жетончик переходит на первую. А, кстати, все войска аннулируются каждый год. То, что ты насобирал в первом году, никак не повлияет на вторую, на третью, на четвёртую. Вот и сюда. Ну, здания все сохраняются. Да, опять первая фаза. Дополнительный белый кубик получит тот, у кого меньше всего здания. У меня три здания, построим у тебя два. Ты получаешь на только, на следующую фазу, на весну, один дополнительный кубик. Но только на весну. Ты будешь бросать четыре кубика, а я три. Давай я брошу занятого. Это двоечка дополнительная. Не забывай. Так, четыре сюда. Тринадцать сюда. Все, эти забиты. О, мой любимый камень. А, у меня же есть сановничек. Нет, это посланник. Ой, это посланник, который поможет. Можешь называть его сановник? Тоже красиво. Бросаем. О, как круто. Семь, девять. Блин, что за ужас. Девять очков. У тебя, ой, даже посчитать не можешь. Двадцать один, да? Двадцать один. Такого и нету. Я всегда первый, как был в начале игры, так и остаюсь. Даже мы не меняем очередные сходы. Жалко, что тринадцать не получается. Так. Так, у меня получается семь, восемь, девять, девять, девять. Ну, я похожу на двойку. Я похожу на... Так, на одиннадцать. Угу. Так, я на семерочку. На десять. Да, кстати, дополнительный белый кубик, он не может тоже воздействовать на советника. Один. Один. Он должен в комплекте обязательно идти с цветным кубиком, с цветным. Ты не можешь его домой поставить. Тоже по правилам игры. Есть такое. Все, собираем плюшки, начиная с первой. Так, двоечка, я золото. Золото беру. Следующий. Нейтрально они работают. Я опять. Это дает любой товар, я могу взять. А ты не использовал свою добавку, забыл? А я не забыл. Я специально, почему забыл. А, ты специально, да? Почему забыл так? Ну, что мне выясняется? Ну, допустим, возьму золото. Золото и еще одну добавочку дает. Вот этот вот золото. У меня теперь плюс два. Плюс два два раза. Все. Все, теперь я кубик белый отдаю. Все, он тебе не понадобится. Одноразовый, два раза. Войска. Войска продвигаюсь. И можешь посмотреть. Мне не показывай. Только без эмоций не подсказывай, что там плохо или хорошо. Ага. Запомнила? Да. Все, собираю с одиннадцатки. С одиннадцатки. Тут или-или, или камень золота, или камень, или дерево. Камень золота мне нужно как раз. Вот, если такая дробь, то или-или выбираешь. Ты что взяла? Камень? Камень золота взяла. Все. Строимся? Строимся. Строимся, смотрим. Я кузницу строю. Вот, кузница стоит одно золото и два дерева. Ага. А я часовню. Три золота и камень. Что-то я не то взял. Три золота и камень. Кузница стоит два дерева, у меня два дерева нет. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. И могу, если у меня будет меньше семи, перебросить все. Все кубика три. А я вот укрепление построю за один камень. Стоит укрепление. Что он дает? Плюс один к битве против врага с силой пять и ниже. Да, еще. На начало игры еще пока попадаю. Если враг будет с силой пять или ниже, то плюс один к битве. Построились? Да. Все. Ты можешь два здания построить, но потратить своего послания, как раз. Нет? Нет. А у тебя нет ресурсов. Не получается, да. Так, переходим в фазу. У кого больше зданий, тот получает победное очко. Раз, два, три, четыре здания. У тебя, значит, победное очко. Я все так, я так, ты меня обгоняешь уже настолько много. А я построила часовню спить пять победных очков. Ясно. Да. А часовня что дает? В начале каждого урожая можете перебросить все свои кубики, если на них выпало в сумме семь или меньше. Вот меньше и все. Да, можешь перебрасывать. Часовня хорошая вещь. Так, все, я победное очко перешли. Переходим в лето. Четвертая фаза. Ну, опять бросаем кубики, да, я знаю, этих пацанов. Чтобы не забывать за них перебрасывать. Десять забивает этого. Так, девять и девяточка забивается у нас. Все, эти два советника забиты, бросаем. Сейчас все забиты. Десять. Так, семь и шесть. Тринадцать. Тринадцать. О, моя любимая. Опять я первый хожу. Потому что у меня меньше очков, я первый хожу. Десять. Десять забито. Я уже поставить сюда не могу. Хотелось бы на десяточку поставить. Не забито. И девятка забита. Ужас. Все, только сюда. Семерку. Семерку ты забил, да? Ну, да. Ну, у тебя есть посланник королевский. Ты можешь его потратить. А, ну... Он все равно сгорит сейчас. Ну, мне шестерка. Потому что ты его за круг не успела использовать, посланника королевского. Он сгорит и перейдет опять в банк. Возьму золото и камень, да? Золото и камень. А семерку... И возьму дерево. Что-то все не так. Кстати, на коробке написано, что Кинсбург играется 90-120 минут. 90, это полтора часа. 11. Возьму, знаешь, вот так поставлю. Ай, мой ход. У меня только троечка. И на двоечку поставлю. Все. Пусть будет так. Забираем плюшки. Красники, забирай золото. Я заберу. Я дерево. Я дерево себе забираю. Ты забираешь семерку. Вот сейчас интересно, что мне взять. Что я хотел. Золото и дерево. Почему-то всегда мне камня не хватает. Ну возьму-ка я камень. И опять беру двоечку. Кстати, у меня уже три. А что ты их не используешь? Ну как-то пока не получается. Так, теперь я, да? Хотя, может, я торможу. Ну я золотой камень. В конце игры они никаких кушек не принесут. Их надо использовать в процессе игры. Золотой камень. Золотой камень. Подожди, золотой камень. А может и не золотой камень возьму. Может возьму. А где ты стояла вообще? Вот на этом. А, ну назад тогда золотой камень возвращала. Ага. Это ж я тут. Я не могу или взять камень и дерево, да? Можешь, камень и дерево можешь. Камень и дерево. Тогда золото отдаю, беру дерево. Хорошо. Давай так. Давай так, никаких проблем. Все, строительство. Я строю. Строимся. Я строю кузницу. Кузница стоит одно золото и два дерева. Да, я тоже одно золото и два дерева. Пим. Так, это вот банк. Кузницу два раза. Раз, два и два. Я тоже два. И в битве еще будет. Плюс один в битве кузница дает. Да, да. Все. Ну что же делать. Следующая фаза. У кого меньше зданий, тот забирает. Кстати, он возвращается. Так я его не использовала. Я использовала, да. Послание королевское возвращается. И теперь у кого меньше всего зданий, получает его. Ты можешь его назад получить. Раз, два, три, четыре, пять. У тебя четыре здания, у меня пять. Назад забирай его. Хорошо. Все, посланника разыграли. Осень. Еще раз бросаем, да? Ну сейчас я за нейтралов брошу. Получается 11. 11 занято у нас. 11 и 3. А, кстати, вот этот советник интересный. Типа вора. Вора, ты теряешь одно победное очко по шкале, да? Но можешь три ресурса выбрать. Иногда это выгодно. Ну и всегда, если впереди идет. Ну тут, видишь, очень мало победных очков. Их тяжело получать. 12. Теперь ты больше. 10 сетей, да? А все, значит, меняется очередность хода. Ты первая имеешь право воздействовать на советников теперь. Десяточка. Три. У тебя троечка есть, да? Семь. Ладно, пойду сюда. На троечку. Так. Я на девятку. Только у тебя троечка. А, у тебя же есть эти. Ты же можешь добавить. Я... Почитай. Конечно. Ну, мне семерка. Все. А вот я использую свой жетон. Три и два. Пять. У меня в сумме пять. Воздействую на это советник. Все? Все. Собираем плюшки, начиная с низшего дерева. Да, это я беру дерево. Я получу одно войско. Вот отсюда. Все. Этот жетон сбрасывается. Он только один раз. Следующий красненький. Любой товар. Вот. Думаю, думаю. Но, наверное, возьму золото. Угу. И эту плюшечку с двоечкой. Конечно. Что-то я уже стала мало бросать. Так. А вот у меня сейчас выбор. Золото, дерево или камень или дерево. Смотри, что-то там строится. Да мне все нужно. Ну, и мне тоже. Я возьму золото и дерево. Золото и дерево. И камень. Все нужно. Все. А вот теперь строимся. Строительство. Пазо строительство. А, я не буду ничего строить. Я не буду. Пас. Так ты тогда... Я тоже не буду. Ты победное очко получаешь, что я не строюсь. Точно. У меня аж этот проповедник. Я, наверное, забывал. Нет. Вроде бы я строилась в тот раз. А перед этим ты вроде бы ходил. Ну что, покупать не будешь себе ничего. А, следующая фаза. Седьмая. Сейчас мы имеем право покупать. Кстати, есть здание, где позволяет уменьшить затраты ресурсов на покупку войск в седьмой фазе. Да. Мы будем покупать вместо двух один ресурс. Вот здесь вот если я построю казармы. Казармы, да. Вот казармы, да. За наем каждого воина в фазе семь вы платите всего один товар. Вот я и хотела. У меня все эти три. А вот я хотела, но мне не хватило. Дерево надо и золото мне. Ну. Ну что. Все. Не покупаем. Восьмая фаза. Да. Вот сейчас мы должны разыграть эти жетончики пока. Пока я не открыл карту. У меня раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай вслепую разыгрываем. Угу. Открываем. Единица. И у тебя единица. Ты на единичку, я на единичку. Да. Все. Эти сбрасываются, они нам не нужны. Вот теперь открываются, кто на нас нападает. На нас нападают варвары. Силой пять. Кстати, максимальная сила, которая может быть во втором раунде. Вот. От трех до пяти. На нас нападают варвары. Если мы проиграем, мы потеряем два любых ресурса и одно победное очко. А если выиграем, получим по одному золоту. Считаем. У тебя плюшка. Твой наемник дает два очка сразу же. И плюс плюшки от зданий. Да. И у меня от зданий получается раз, два и плюс один в битве против врагов силой пять или ниже. Да. Сила пять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У меня получается кузница, форт, палисад. Одно очко дают. Ну, тут против зомби два. Но у меня сейчас варвары нападают, да? И укрепление дают. Все. Получается, подсчет закончен. Мы побеждаем. У меня сила войск шесть. У тебя семь. Мы варваров рвем. Рвем по полной. Я получаю дополнительно золото. Ты не получаешь. Потому что у тебя наемник не позволяет получить. Да. Но ты получаешь одно победное очко, так как у тебя больше войск в конце битвы, чем у меня. Я тебя победила. Чем у меня, да. Пришла. Так, ну что, третий год. Третий год начинается. Все, возвращаемся. Все сначала, да. Возвращаемся. Давай я занят... А, ну пока у кого меньше всего зданий, тот белый кубик получает. У меня меньше. Давай мне кубик. Да, ты можешь четыре кубика бросать. Весна. Сейчас я за нейтралу брошу. Получается девять. Девяточка у нас закрыта. И здесь девяточка закрыта. Тася, по правилам игры такая ситуация. Нейтралы выбрали, выбросили девять и девять. Что делать? Получается, эти кубики разбрасываются еще на два поля. Четверку, они закрывают четверку и закрывают пятерку. Вот так, по правилам игры, если одинаковое значение выпало. Значит, у нас три советника уже забиты. Завидывай свои. Да. Пятнадцать. Нифига себе, пятнадцать у меня не было в этой игре еще. А что на пятнадцать? О, все три ресурса. Ну, у меня еще есть двоечка. Я могу даже на сенат скупать. Что это? Ладно, у меня пятнадцать. У тебя сколько? Еще и посмотрим. У тебя пятнадцать? Да. Еще и двоечка у меня. Нет, двоечка при подсчете очередности хода не влияет. А, очередности хода нет? Пока у меня пятнадцать, у тебя пятнадцать. Значит, кто был первым, тот и остается по правилам игры. Красненькая, ты была первым, ты воздействуй на какую-нибудь советник. Пожалуйста. Вот. Можешь воздействовать, значит, запросто. А ты знаешь, мы же так и сделаем. Ну, давай. Я же подсмотреть смогу. И три победных очка. А почему бы и нет? А это же очень много. Я, наверное, так и сделаю. На королевную. Все семнадцать и тратишь жетончик этот свой, да? Запросто. Мой ход. Пятнадцать. У тебя тоже жетончики не забывай? Ну, тут уже, я-то не забываю, тут уже, да. Не хочешь куда-нибудь... Нет, 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 нет. Я поставлю на десятку тоже, потому что уже от четырех до шести нападают. Тут уже шутки плохие, понимаешь? Я думаю, надо подсмотреть будет. Да, только два четыре у меня. Так, и здесь вот на семерочку сыграем. А зачем мне эти жетоны? Надо их тратить. Ну, да, конечно. Все, собираем плюшки. Я первый, получаю любой ресурс. Вот сейчас интересно, что мне не хватало. Дерево. Я беру дерево и, опять же, жетон еще. Значит, я это тебе возвращаю назад. Все, следующие опять я получаю два войска и имею право подсмотреть, что здесь, что на нас нападет. Вот что на нас нападет. Так, запоминаю. Запоминаю. Так, Исута. А, кстати, ты же тоже сможешь подсмотреть. Да, так что мог бы не скрывать. Ну, положено так. Все, это в банк. Этот возвращаю. И белый кубик в банк. И белый кубик возвращаю. Получаешь? Получаю. Любых ресурсов. Любых ресурсов. Так, камень у меня есть. Я беру дерево и золото. Дерево и золото беру. Теперь плюс три победных очка. Три победных очка. Раз, два, три. И можешь подсмотреть, кто на нас нападет. Подсмотреть. Ой, аккуратненько. Ох, гублины. А уже могу говорить. Мы знаем, кто там нападет. Зрителям тоже показал, что там четверочка. Да. Можем. Нам уже и не надо сюда больше ходить. Ты так походил. Кстати, даже мое укрепление сработает еще. Да? Потому что пять или ниже. А там гублин из четверочка. Понимаешь? Ты представляешь, как укрепление. Даже в этой фазе оно может играть. Даже в этой. Пять или ниже. А я думала, уже все, да. Понятно. Все, сейчас строительство. Строимся. Я построю казарму. Два золота, два дерева и один камень. Все свои ресурсы практически я отдаю. За тобой повторяю все. Ничего страшного. Чем интереснее. Так, казармы. Закрываю. Получаю четыре победных очка. Раз, два, три, четыре. Вообще отдаю. Ничего себе. Да, все по-честному. Все, банк. Все, все отдаю. Казармы тоже, да? Но зато четыре. Раз, два, три. Вот, казармы. Они четыре победных очка дают. И в седьмой фазе мы сможем дешевле нанимать войска. Мне сюда надо закрыть. Так. Строительство закончилось. Следующая фаза. У кого больше зданий, тот получает одну победную очку. Промежуточная такая фаза. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. У тебя пять. Я получаю победную очку. И пять есть. Все. Начинается лето. За нейтралов. Давай. Опять я это не использую. Так. Нейтралы получается. Семь, восемь, девять. Девяточка у нас закрыта. И пятерочка у нас будет забита. Одни зубы уже и не надо. Бабам. Семь, восемь, девять. Девять. Ой. Девять победных очков. Каких победных очков? С глаз подключи. У меня десять. Меняемся? Значит, меняемся. Значит, очередно сходы меняются. Я первый воздействую. Так. У меня получается девять. Девятка забита. Тогда я поставить не смогу. Так. И что ж мне делать? Ужас. Что ж... Хоть бы ты мое не... А, я ж могу использовать. Ходи. А вы, зачем я так сделал? Подожди, еще не время. Ну, хорошо. Вот так. Ну, очень плохо. Да. Ну, я могу. Я свое использую. И ставлю к тебе. Запросто. А то все равно он сгорит. Все равно сгорит. Когда круг проходит, он возвращается. Да. Вот. На шестерку могу воздействовать. Могу. Шесть и добавить. У меня восьмерка. Вот так вот. Спасибо. Ой, как ты мне сделал плохо. А ты уже своего использовала? Да. Все? Ну, Сергей, ну какой ты... А вот надо было думать. Не подумала, что ты так сможешь сделать. Запросто. Ой, как ужасно. Ой, как ужасно. Вот и все. А вот интересно, вот эти вот дополнительные двоечки, да? Двоечки. Я могу их несколько за тур использовать? Или нет? Видишь, я уже одну использую. У меня есть еще одна. Сейчас я почитаю. А можно я лучше вот тут использую этот, а этот? Нет. Менять нельзя. Ой, ладно. Иду сюда. И пятерка же пропадает. И пятерка... Ну, я, соответственно, сюда. А мне все пропадает. У тебя пятерка пропадает, сгорает. Да. Сгорает. Все, сейчас немножко паузу. Стоп. Я сейчас почитаю. Поехали. Так. Вот, кстати, я посмотрел, да, по правилам. Вот этот жетон можно только раз за сезон использовать. Вот если я использовал уже двоечку, да, плюс добавил, да, восьмерки. В другое ты уже можешь. То уже сюда бы я мог бы на тройку поставить, да, уже добавить не могу. Так, все, собираем плюшки. Единичка, одно победное очко. Плюс мы здесь с тобой вдвоем по золоту. Не золотишко. Следующие красники, дерево. Так. Это в банк. Два золота. Ух ты, золотишко. Да, так ты мне перебил. Четыре золота. Почему я сюда? Все? Нахапал мое золото. Сейчас строительство. Кто что? Я не строю. Я пас, и ты одно победное очко получаешь. Ты не строишь ничего. Так у меня с этим золотом тоже что я построил. Тут такого и нету. Ну да, с одним золотом тоже. С одним золотом никак. Да, видишь, мой проповедник дает неплохие такие бонусы. Я уже, наверное, три или четыре очка за игру получил, да? Да. Все. Паза пятая. У кого меньше всего здания, тот получает. Опять я его получу. Торевского послания. Теперь надо внимательно смотреть, чтобы ты мне не построил. Здание меньше у тебя. Все, осень. Дай-ка я за нейтралов брошу. Двенадцать. Двенадцатка забивается. Семерочка забивается. Давай свои, погнали. Ух ты, двенадцать. У меня пять, десять. Десять? Значит, ты первая будешь ходить. По очередной секунд у тебя меньше влияет на советников. Так, осень, потом битва. Так, восемь не получается. Девять. Шесть мне не надо, пять не надо. Ну, ставлю на девяточку. На девятку, да? Угу. Так, я ставлю вот сюда. Использую свой жетон на одиннадцать. Ходи. У меня единица. У меня троечка. Сюда. Все, собираем советников. Начиная с единички. Шута. Шут. Одно победное очко. Шут. Я дерево. А что, где у тебя было? Вот. На девяточке. А, дерево по-любому тебе надо будет взять. Дерево у меня есть. Наталья, дерево по-любому. Ну и там, и там. А, ну да. Мне надо-то, да, да. Ну, ладно. Золото и дерево, да? Угу. Может, потом на шестерочку схожу. Пускай будет. А я возьму камень и дерево здесь. Ну да. Тебе уже золото не надо. Все, жетон этот возвращается. Он сыграл свое. Все, строительство. Все. Осеннее строительство. Плохо, что по очереди только можно строить, да? А, кстати. Если бы тут вот сразу построить. В этой игре ты не сможешь сразу четвертые ищики. Допустим, вот. Монетный двор, да. Я не смогу сразу его построить. Мы должны идти вот по горизонтали, начиная от этого. Здесь ты можешь сколько хочешь начинать, да? А уже пройти сюда. Вот поэтому... Надо, чтобы были все эти здания построены. Чем вот лесопилка, каменоломния, плавильник должна построиться по очереди, чтобы дойти. Вот, кстати, в начале мы не объяснили это, да. Ну, кто досмотрел досюда, тот поймет. Надо все смотреть. Бывают нюансы такие в игре. Не сразу все вспомнишь, да? Ну что, я пасую, не буду ничего строить. Я тоже. Я получаю одну победу очко, потому что ты не строишь. Да, да. Соперник не строить. Поэтому не отстаешь от меня. Ну, все. Вот, седьмая фаза. Покупаем что-нибудь или не покупаем? Я ничего покупать не буду, буду рисковать. Я не покупаю. Ну, мы смотрели уже там, что там будет происходить. Все. Восьмая фаза. Битва. Битва. Выбираем. Я уже и забыла, что там. У меня все равно получается. Я тоже не сильно помню, я ноль ставлю. А ты, Денис, устанавливаешь? А у меня нету нуля. Я уже ноль отыграла. А, ноль уже отыграла. Все, эти сбрасываются. Вот теперь открываем, кто на нас нападает. Ну, гоблины, да? Четверочки. А чего это ты сюда пошел? Четверочные гоблины. Ну, я два получил еще в начале, когда подсматривала. А, а у меня... У тебя один. Только, потому что вроде... Ну, да. Или ты тоже подсматривала? Подсматривала, я же была тут. А, ну ты войска не поддала. А, нет, я этот раз не подсматривала. Подсматривала вроде, ты тоже смотрела. Гоблинов четверочку ты смотрела. Да. Все, давай дальше. Тебе дает твой наемник. Сразу. Да. Два очка и плюс здание, которое плюс там в битве дает. Вот у меня раз, два, три, четыре. Четыре получается. Раз, два, три. Четыре. У меня два. Раз, два. Ну, так мы побеждаем. У тебя сила войск пять, у меня шесть. Мы их рвем. Ну, рвем. Гоблинов рвем. Просто плохо, что... Я получаю победу, потому что у меня в конце битвы больше войск, чем у соперников. Здесь по правилам игры ты получаешь дополнительные. Все, ребята сбрасываются эти. Четвертый год. Предпоследний. Это фишечка на начало. Войска аннулируются. У кого меньше зданий, тот получает дополнительный белый кубик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У тебя вечно меньше. Так, весна. Давай я... Бросайся виталии. Занесу счастливую к сопернику. Так, у нас одиннадцатка закрывается, девяточка закрывается своим. Десять. У меня семнадцать. Значит, я первый буду ходить. В этой фазе. Жалко, что не могу. Ну что, раз такая масть, десять. И ставлю на десятку все. Все поставил, да? Пойду войска. Ой, а у меня не получается. Тогда двоечка пропадет. Двоечка, беленький, один кубик отдельно нельзя. У меня тут два дерева, да? Мне надо... Мне надо тринадцать. У меня не получится. Получится. Получится, да? Ты ставишь на шестерку отдельно и тринадцать сюда ставишь. Запросто. А там еще сможешь что-то поменять. Что-то поменять. Что тебе нужно. Да. Запросто можешь собирать. Просто плохо, что тут первое. Но я буду знать, что я получу. Так ты же знаешь, что получишь. Хотя я хотела камень отдать. А нельзя по правилам игры? А нельзя. По правилам игры разыгрываются они с этого. Ты не сможешь сначала камень получить, да? Да. А потом его сдать. Видишь, как плохо. Вот как нюанс. Ну ничего. Маленький нюанс в правилах. Да. Говорят, что они разыгрываются с первого по восемнадцатый. Да? Ты должна разыгрывать. Камня у тебя нет. Видишь, ужас. Камня нет. Ты можешь только отдать дерево или золото. Да, я только могу дерево отдать. И взять золото и камень. Только так. Понимаешь? Только так. Забирай свой. Ну ничего. Что же сделать? Так, а я получаю два войска и могу подсмотреть, кто на нас в конце года нападет. До семи там, да? Так загадочно замолчал. Я уже считаю начну. Так, теперь я, да? Ты уже все, да? Белый отдаю и беру три камня. Да. Жалко. Или ее построиться смогу. Не смогу. А, смогу. 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 Строюсь, чтобы тебе не было одного победного очка. Подожди, сейчас, может, я еще и построю. Так. Три золота, одно дерево и золотками. А, кстати, я зрителям не показал. Ты так не смотри. Я зрителям покажу, что тут на нас нападет. А я, может, еще успею тоже подсмотреть. Так. Закрываю церковь. Там не демоны, случайно? Не скажешь. А я построю тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хоть одно дерево отдам, частокол построю. А зачем? Плюс ноль в битве, ну, или плюс один в битве с гоблинами. Слышишь. Ты только одно здание построила? Какое ты здание построила? А чего ты не построила? А что ты построила сейчас? А я вот церковь. Семь победных очков? Да. Нифига себе. Церковь построила. Здесь у меня не хватало дерева. А тебе нельзя два сразу здания? Ну, так, не, я могла бы, но у меня нету столько, чтобы построить. Королевского ты можешь посланника потратить и два здания построить. Нет, у меня такая возможность. Все, у кого больше всего здания? У меня семь. У меня шесть. Я получаю одно победное очко. Ну, ты построила, значит, я... А почему ты вот это не построил, чтобы шесть взять? А где у меня два... Два камня. У меня нету камней. А-а-а. Ну, еще. Я бы сюда поставил гильзию магов. Еще есть время. Так, все, переходим. За нейтралов я бросаю. Лето. Бросаем. Четвертая фаза. Лето девяточка. Девяточка у нас забита. И тут тринадцатка. О, камень забит. Ой. Шесть очков. Пятнадцать. Ну, что с этими шестями сделать? А ты не можешь перекидывать, нет? Ты туда не пошел? Я первый. А мне нужен камень. А шестью камень я только могу получить в одном способе. Это вот здесь. Все. Я сюда и ставлю. А, да. Только там. А у меня и десять, и пять. И что это будет? Или девять и шесть. Тоже ничего. И что там? Пять, семь. А сколько у тебя? Раз, два. Пятнадцать, да? Раз, два, три. Четыре. Еще три. Ты знаешь, что пятнадцать. Поставлю на пятнадцать. В войска не больше вкладываться, да? Нет. Хорошо. Так. Я первый снимаю плюшку. Отдаю золото, да? Да. И беру камень, то, что не нужно, и дерево. Ну, да. Все, забираю. Сейчас ты. Забирай. Так. У тебя все просто. Все по одному, да. Да, все по одному. Так. Камень, золото, дерево. Так. Строимся. Строительство. Летнее строительство. Я гильдию магов строю. Два золота за одно дерево. Два золота за одно дерево. Два дерева. Слушай, ну и дорогое все. Удовольствие. Дорогое, но за то же очки. Жалко отдавать. Очки, очки. Мы же на этой работаем. Мы же на этой работаем. У тебя плюс два к битве. Ну, гильдию магов дают плюс два к битве. Ужас. А ты не строишься? Нет. Значит, я получаю одну победную очку? Да, да. Если ты не строишься. Не строюсь. Проповедник. Хлассная вещь. Что мне раньше не попадался никогда. Все. У меня, как я не иду вперед, ты меня догоняешь и догоняешь. Ну, теперь у тебя меньше зданий. У тебя он как был, так и остается. Вот это вот послание королевское. Разыграли. Осень. Сейчас. Нитралы. Двенадцатка. Двенадцатка. Двенадцатка закрывается. И четверочка закрывается. Так, пять, шесть. Ну, что это у меня? Как я еще у тебя догоняюсь такими этапами? А, слушай, это вообще что-то второй день у меня. Так, восемь, одиннадцать, да? Ну, ты первый. Ну, так, конечно. Уже меньше меня никто не выбросит. Я первый. Опять на шестерку. Так нет, на шестерку я уже не пойду, дорогие. Нет, чтобы восьмерка была. И пятерка мне не нужна. И четверка, и четверка, как назло, забита. Ну, как? О, точно. У меня же восьмерка есть. Я первый хожу. Да, да, да. Что-то я говорю, нет. Ну, все. Только так. Только так. Надам одно дерево. Что мне осталось, что-нибудь возьму. Да, зайчик, не повезло тебе. И ставлю туда на тройку. Все. Может, это построим. Расстроили, да? Расставили, забираем. Забираем. Я первая, да? Да. Дерево. Так. Ага, у меня только выбора нет. У меня только одно дерево отдаю, беру золото. Один ресурс отдал, два взял. Все, больше у меня выбора нет. Ну, хоть. Хоть. У меня два золота. Мне надо строиться. Понимаешь? Плюс два к битве у меня будет. Так. Зато отдаю три. Два. И два. Ужас. Ты строишься, я пять победного очка не получаю. Да, строюсь, строюсь. Еще ты шесть. Еще и шесть. Раз, два, три. Гильдю магов. Пять, шесть. Ну, тебе совсем на кубики сегодня не везет и все. Ну, почему? Нормально. Надо крутиться. Ну, надо. Надо крутиться. Все, построились. Седьмая фаза. Дополнительные войска покупаете? Нет. Я тоже. Переходим в восьмую. Раз, два. Восьмая фаза. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Сначала мы эти жетончики должны разыграть. Раз, два. Да, так я считаю. Как хочешь, но должны разыграть. Да. Да. Ты не можешь посануть. Открываем. У меня единица. У меня два. Просто два. Все. Вот теперь открываем. Кто на нас нападает? Гоблины силой шесть. Да. Гоблины силой шесть. Значит, у нас в Айтка должны быть... Кстати, если у тебя равно шестерка, да? Угу. Шесть, шесть. То ты не получаешь ни минусов, никаких ни плюсов. Нитрально. Ты как бы ничья. Ничья. Если у тебя войска равны по шестерочке, да? Угу. Ну, подожди. Сейчас. Сейчас ты получаешь за наемника сразу два. Да. За своего наемника. Плюс здание. Четыре. Это раз, два, три, четыре. Четыре еще, да? Да. Два, три, четыре. У меня наемника нет, но у меня есть здание. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тут ничего, да? Все. Пять или ниже уже не работает. Тут. Моя уже это не работает. А гоблины? А гоблины? А, плюс один. У тебя гоблины, да. Гоблины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Шесть. О, я пусть одно победное очко вырву. Да, да. Вырву. Потом. Я получаю еще один камень. Угу. Получается. Ты не получаешь, потому что у тебя наемник запрещает. Получается. Хотя ты и победила, да? Хотя ты и победила. И плюс мне одно победное очко рисую. Ты походила, да? Я уже не помню. Вот только что. Вот ты передвигала меня только что. Не помню. Передвинь тогда, раз не помнишь. Да. Раз не помнишь, передвигай. Раз не помнишь, передвигай. Это не надо. Я и так отстаю, а ты еще не помнишь. Ну. Я хотела бы. Я отвлекся. И я. Я как-то так все машинально. Ну, раз виновата, значит, да. Все. Последний год. Пятый. Угу. Очень серьезно. Относимся. У кого меньше зданий, тот дополнительный кубик. У тебя же меньше. Да. Да. У меня восемь, у тебя семь. Ну, я как-то на очки работаю. Ты один дополнительный кубик. Ну, это вот. Весна. Вторая фаза. Из-за микровов сейчас я брошу. Получается десяточка. Десяточка у нас закрыта. И пятерочка закрыта. Все войска закрыты. Да что? Войска закрыты. А, ну, я-то вот смогу. Ты можешь поставить, когда хочешь. А у меня, у меня десять. Фантастика. Ага, и на десятку я поставить не могу. Угу. У меня двадцать. Ну, такую даже в игре восемнадцать самое большое. Ага. Я первый хожу. Ну. Я первый хожу. Покажи. Так вот сложись. А, смотри, десять и десять. Как ты меня сможешь перебить? Да никак. Десять и десять. Это вообще. Я восьмерку забиваю. А вы что? И вот толку, что столько выпало, Сергей. Ну как? Десять и десять. Ну как? Так их же можно манипулировать. Девять можно сделать. Почему? Можно одиннадцать. И одиннадцать. Да, и ты возьмешь четыре ресурса. Четыре ресурса. Четыре возьму. На девятку и на одиннадцатку. Тут два ресурса и тут два ресурса. Ты сможешь построить любое здание. Как это? Плохо. Ну не любое, но... А тут все на нулях. Нет, тебе лучше строиться здесь. Вот собор бы построить. Не золото надо. Ну, ты можешь успеть, если на это работать. Восьмерки нету. Двенадцать у меня тоже не получится, да? Не получится двенадцать. Ну, я не знаю. Ты можешь на четырнадцать поставить, потерять одну победную очко, но взять три золота. Ну, тут очень есть варианты. Ну да. Варианты? Четырнадцать. Вот так. А тогда на шестерку, что ли? Ну, там отдашь какой-то ресурс отдельный. Возьмешь два ресурса. Тоже. Можно манипулировать. Да, это да так. Ну, я на двойку. Можешь как-то? Ну, можно. Так, собираем золото. Все очень просто. У меня же в принципе тут вот четыре, тут шесть. Забирай. Вот что ты. А тебе только камень отдать? Ай-яй-яй. И взять золото и дерево? Ну. Это плохо. Это плохо. Ну, что сделать? Так, здесь я два золота. За то, что у меня тут только камни и золото. Или сюда пойти. Возьми, знаешь что? Три камня. Ты думаешь, еще успею это построить? Пять золота насобирать? Да. Ну, в том-то и дело. Золото всегда внизу можно взять. Камни всегда тяжелые. Ну, ладно. Возьмем камни. И минус одну очко. И минус одну очко. Беленький отдаю. Да, мне главное, чтобы ты не строилась. А я могу построить что-нибудь. А, значит ты не успеешь туда девять очков взять. Ну, да. Собор дают девять очков. Соблазнительный. А последний год. Или хотя бы вот это построить. Вот это. А вот, Наталья, крути. Вот я не знаю. Или собирать, пока год есть впереди, еще. Да? Ну, да. Или тебе насобирать пять золота. Не пять, а четыре осталось. Четыре золота. Четыре золота. И, кстати, ты можешь отдать дерево на шестерки. И взять камень и золото еще. Так что тебе только как бы. Ну, да. Или на собор, или уже разбрасываться по мелочи. Ну, тут, да. Ты меня тогда не пускаешь. Когда ты строишься по мелочи, ты мне не даешь одно победное очко. А тут тоже как бы есть. Все, строительство. Вот, блин, я за тобой слежу, а сам чуя подобирал. А-а-а. Ну, я пос... Сережка, смотри. Я тебе одно очко даю. Ты не строишься. Чтоб ты не забыл, да. А я-то устроюсь. Ну, ты строишься. Я три золота отдаю. И один камень, часовый. Ты берешь очко, если кто-то не стоит. Я-то устроюсь. Ага. Пять победных очков еще. Нарисуй мне. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так надо. Догнал. Так что тебе, да. Тебе сейчас очень надо. Или девяточку строить, или нет. Все. Ну да. Тут уже одно. У кого больше зданий, тот получает победное очко. Э-э-э-э. У меня девять зданий. Опять. Опять ты желтенький наглеешь. И вступаем в лето. Лето. Двенадцать очков. Сейчас еще надо. Двенадцать забивает. А, видишь, опять двенадцать, да? Забыли. Значит, вот это вот двойной. Двойной. И тут дубль. Значит, только шестерку закрывает. Все. Ну, такая ситуация тоже может быть. Видишь, двенадцать, двенадцать, да? Значит, этот кубик вообще уходит. По правилам. О, хорошо. Ну, у тебя есть королевский посланник. Тебе легче. А, ну да. Десять. Десять. И у тебя десять. А, ну я как был первый, так и остался. Ой. Да. Кошмар. Ну, нам только идти, Сережа, на десятку. А, никто же даже не думает о войне. Что творится, да? Ну, вот в том-то и дело. Да, не хотелось бы все потерять. Что мы обалдели. Не хотелось бы все потерять. Ну. Пойду на войска. Ты можешь тоже поставить камни. У тебя же есть. А, не пойду. Пойду на золото. Давай, все, расставляй дальше. А это сюда и отдаю. Ну, он все равно сгорит. Да. Так что ничего такого страшного нет. Все, получаем плюшки от советников. Ты золото берешь, конечно же. Да. Я возьму золото. Вдруг еще успею. И там отдавай дерево и бери. Не успею. Отдавай дерево. Ну да, отдаю дерево и беру золотой камень. Почему не успеешь? Может, успеешь? Тут аж пять надо. Ну, тебе два золота осталось. Ну. Ерунда. Детский сад. Думаешь? Да. Ну, ты можешь в войсках прогореть. Не прогорю, отдам самую большую. Четыре. Вот так, я посмотрел, что там. Не прогорю. Главное не прогореть. Ну, вот я уже, наверное, построить ничего не успею. Я тоже уже ничего не успею. У тебя есть шанс еще что-нибудь крупное построить. Да. А у меня есть какой-то детский сад только. Ну, я не строю, ты опять победное очко берешь. Да. Я ничего не строю. Угу. Опять я этого забираю. У меня меньше здания. И вот последнее бросание кубиков. В этой игре. Тут и дело. Ой. Перекидываешь. Не взяла. Сейчас я тоже могу прогореть. Одиннадцатка. И опять одиннадцать. Значит, шестерка закрывается и пятерка. Десятка по открытию. Ну, как обычно, семь. А ты не можешь перекидывать? О, часовня есть у меня. Да. Если семь или меньше выпало на публике, имею право один раз перебросить. Ты можешь перебросить. Как бы еще меньше не выпало. Ну, больше. Немножко. Десять. Ну, я тоже могу раз перекинуть. Ну, у тебя тоже час у меня есть. У меня шестерка, да. У меня часа у меня есть. Можешь перебросить. Восемь. Девять, да? Девять. Девять. А у меня десять. Значит, ты первая становишься. Ой, слава богу. Я тогда на восьмерочку иду. Вот. Это плохо. А ты даже не можешь тоже на восьмерку стать, да? Ну, тебе, в принципе... На двойку становись, если золото надо, или нет? А тебе уже... Нету выбора. Я хихичу, а сама на это вон, стою на нуле. А мне выбора нету. Три, четыре, два, три, четыре, два, два. Все, я на десятку все поставлю. Собираем? Собираем. Одну победную очко. Потом красненькие, два золота. Красненькие, Наталья, два золота. И я забираю, два войска получаю. И могу подсмотреть. Но я уже подсматривал, что нас ждет. Напомню. Не смотри. Не смотри. Я и так впереди не буду. Я злюсь, когда отстаю. Все? Все. Строительство? Ну что, у меня один камень, одно золото. Извини, дорогой, буду строиться. Не существует таких домов, которые я бы мог построить. Пять и три. Не существует. Значит, я не получу одну победную очко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Представляешь? Представляю. Я никогда дворяда не закрывала. Я не получаю победу. Ты зря, что вот сюда распылился. Да ладно. Сюда переходим. Покупает ли кто дополнительные войска? Почему? Ты можешь купить. Ну я могу за одну купить. А может и купить. Он все равно ничего не дает, да? В конце игры. В конце игры ничего не дает. Давай, пускай будет. Все. И переходим. Восьмерочка. Сначала разыграем жетоны. Зря я, конечно, так сыграл. Забыл совсем про них. Ладно. Три. Три, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Открываем. Последняя карта. На нас нападают демоны. С силой восемь. Восемь. Мы их, наверное, рвем. Рвем. Мало того, что твой наемник добавляет тебе два очка. У меня шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Это же больше, чем у тебя. Да. Больше. Но я получаю одну победу на очко за победу. Одну победу на очко. Ну, вообще за победу. У меня больше войск. А, да? Получается. Это так. И вот тут два. И, ну, тут уже получаем... Ты не получаешь эту плюшку? А я получаю. Да. Потому что... Потому что ты впереди меня. Если бы я была первая, тогда было бы... Нет. Если бы ты была первая, ты бы со мной не получила бы эти. Ты бы просто получила одно победное очко. Да. Ты просто не получаешь плюшки, которые здесь на сером нарисованы. Да. Из-за своего наемника. Из-за своего наемника. Но потерять можно было бы одно здание и два победных очка. Сильно. Одно здание потерять. А теряются здания всегда самые, которые в четвертой ячейке. Крутые. Находятся сверху. Ты бы девятку получила. Девятку потеряла. Минус девять победных очков. Даже не шестерку, а именно девятку. Ну, сколько у тебя там еще победных очков? Вот эти считаются. Ну, да, оставшиеся. Но, получается, у нас по четверке с тобой остались. Ну, раз, два, три, четыре. И у меня. Раз, два, три, четыре. Тут раз я за 50 была. Ну, по идее, все. Вот конец игры. Да. Больше никаких победных очков нет. Это посчитали. Получается, у тебя 48, у меня 43. Я раз, два, три, четыре, на пять очков отстал. Это потому, что ты вот сюда разменялся на эту меру. Мелочь. Да ладно, нет. Надо было. А что, сюда же отдаются? Я же получал там победные очки. Там, за количество зданий, там, все же. А тут все нули. А ты отдавал ресурсы, а победных очков никаких. Я сюда никогда не хожу. Ну, все. Да, все. Все, ты победила. Спасибо большое за игру. Спасибо большое за внимание. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok